Уважаемые зрители видеоблога, 5 мая нынешнего года прошла большая научно-практическая конференция, посвященная годовщине нашей новой Конституции. Конституция до её принятия широко обсуждалась среди всех слоёв населения. Эта Конституция революционная по своему духу, в ней выработана система сдержек и противовесов, в ней вы увидите свежий взгляд на судебную систему. Эта Конституция кладёт начало парламентской форме правления. Парламентская форма, которая сегодня уже действует и работает со всеми её минусами и плюсами. В своём выступлении я отметила, что есть нестыковки и недоработки в этой Конституции. Мы все с вами осмысливаем, работаем, и мы видим какие-то недочёты. Но мои слова были восприняты как критика президентам Конституции, которой едва исполнился год. Вот этим критикам, политическим силам, которые сейчас на президентских гонках хотят непременно прийти к власти и свернуть эту Конституцию, повернуть вновь на президентскую форму правления, нашу жизнь, управления страной, я хочу сказать, что как президент я буду твёрдо придерживаться дальнейшего действия этой Конституции, что она не будет подвержена никаким изменениям. Помните, что нормы этой Конституции являются нет изменениям Конституции до 1 сентября 2020 года, и мы должны этого твёрдо придерживаться. Те конституционные недочёты, о которых говорилось, они будут раскрываться в конституционных законах и других законах, которых жизнь будет вырабатываться и которые будут вноситься на рассмотрение парламентариев. Все те, кто думает, что эта Конституция может закончиться первыми ближайшими президентским выборами, я думаю, глубоко ошибаются. Есть у нас парламент, и этот парламент вряд ли поступится своими правами. Конституция 2010 года будет долго жить, и эта Конституция прогрессивного, единственного пока в нашем регионе парламентского правления.